Добрый день, уважаемые слушатели и уважаемые друзья. Сегодня тема, которую я предлагаю для нашего обсуждения с вами, это суд, жёг терапия в коррекции нарушений речи. Если кто-то впервые присутствует на моём вебинаре или уже слушали, я не устаю повторять, что терапевтические методы, они очень востребованы сейчас в работе с детьми, у которых наблюдаются нарушения речи или отставания в речевом развитии. И я просто убеждена, что те технологии, методики, которые объявляются новыми, они уже давно известны, но получают вот такой новый импульс в связи с, к сожалению, растущим количеством детей. И вот именно совокупность методов позволяет нам наиболее эффективно помогать детям с раннего возраста, с дошкольного возраста. Почему я на этом акцентирую внимание и даю некоторые такие теоретические комментарии, потому что на практике вот те случаи конкретные, реальные, с которыми вы сталкиваетесь в своей практической деятельности, вы должны чётко представлять себе, что в данном конкретном случае, с чем вы работаете для того, чтобы действительно помочь ребёнку. О том, что ум ребёнка находится на кончиках его пальцев, сказал когда-то известный нам всем классик, педагог Василий Александрович Сухомлинский. И, конечно, это не просто красивые слова. Дело в том, что в головном мозге человека, центры, которые отвечают за речь и движение пальцев рук расположены очень близко. Это вам всем известно уже априори теоретические положения, которые и в рамках психологии, психологии общения вам давались при обучении. И развивая мелкую моторику, мы, естественно, активизируем соседние зоны мозга, которые отвечают за речь. А формирование речи, как известно, оно способствует развитию мышления в целом. Хорошо развитая речь – это самое важное условие всестороннего полноценного развития наших детей. И чем богаче, правильнее у ребёнка речь, тем легче, конечно, ему высказывать свои мысли, социализироваться, тем больше открываются возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения у него складываются со сверстниками, с окружением, со взрослыми. И, естественно, активнее осуществляется его психическое здоровье. Ещё немецкий гейрохирург Валдер Пенфилд убеждал нас в том, что рука человека, кисть в развернутой руке, является в своё роде вышедшим наружу головным мозгом. Кстати, в некоторых трудах и философах, в частности, Эммануэла Канта, тоже можно встретить такие положения, где он связывает наши моторные ощущения с речевыми. И области коры головного мозга, здесь немножечко, конечно, картинка в целом представлена, и вот те зоны нашей руки, и вот в разрезе головной мозг по зонам при стимулировании воздействия на точки определенных, которые имеются у нас на ладони, можно воздействовать как раз и на определенные участки мозга. И те импульсы, которые идут в кору головного мозга, они по-своему тревожат расположенные по соседству речевые зоны и тем самым стимулируют их активность. Поэтому суджок-терапия, она считается вот такой направленной на воздействие зон коры головного мозга для того, чтобы не только корректировать, но еще и профилактировать те речевые нарушения, возможно, речевые нарушения. И коли уж мы заговорили о мозге, мне хотелось бы еще напомнить и предыдущих связать как-то тематически свои выступления на вебинарах. Вот если быть точным, зона речевые, зона поля брака, когда-то в 1861 году французский ученый открыл эту зону, она находится ближе к лобной части, и вот зеленым обозначена центр или зона Вернике. Карл Вернике, французский ученый, который уже в 1877 году вторую зону открыл. И в чем здесь специфика расположения? Зона Вернике, она находится ближе к височной части, и те, кто имел дело с афатиками, знают основную симптоматику, когда ребенок может говорить, ну, говорить, понятно, с некоторой натяжкой, я говорю, но плохо слышит обращенно к нему речь. А вот если страдает зона брака, то здесь наоборот, ребенок затрудняется что-либо производить, речевую какую-либо продукцию, но прекрасно понимает обращенную к нему речь. И вот те нейронные связи, которые обеспечивают взаимодействие и речевых зон в одном полушарии, они у нас находятся в левом у большинства правшей, и сами полушария, левые и правые, они благодаря нейронным связям, которые мы активизируем с помощью и суджог терапии, с помощью воздействия на мелкую или крупную моторику и так далее, вот эти нейронные связи, мостики, которые существуют между двумя полушариями, они помогают убыстрять процесс речевой деятельности. Вот почему это важно так делать в возрасте дошкольном? Вы знаете, ко мне обращаются родители детишек среднего школьного звена, и вовремя обращаются, потому что вот все хорошо, ребенок отвечает на вопрос, пишет, но заторможено. То есть вот ему нужно время для того, чтобы воспринять обращенную к нему речь, переварить ее и выдать уже свою продукцию. В это время весь класс, большинство, особенно девочки, у мальчиков это больше наблюдается, и он выдает все правильно, и ответы, и пишет все верно, но вот эта заторможенность в скорости реакции, в том числе вербальной, то есть словесной, она наблюдается. И одну из причин, я, конечно, вижу и вижу удивление родителей, когда я говорю, что нам нужно помочь ребенку быстро реагировать. То есть они считают, что нужно вот наработать на изложениях, в сочинениях, чтобы быстро-быстро ребенок писал. Нет. А как же он будет быстро реагировать? Правое полушарие, оно воспринимает информацию, левое через вот эти зоны, оно уже выдает ту готовую продукцию, которую мы от него ждем в процессе обучения. И как ребенку быстро реагировать? И здесь к нам в помощи идут и нейротренажеры, о которых я тоже отдельно рассказывала. И вот такие вот в коробочках продаются. Ну вот у меня один шарик. Если кто-то, все, наверное, знакомы, если кто-то не знаком, вот такие похожи на ежика с иголочками шарики, они могут быть цветные, содержат внутри вот такие колечки, их два в виде пружинок, которые растягиваются, и можно на пальчики их, ну детские пальчики тем более, вот такой вот массаж производить. И они очень удобны в использовании, можно их, соответственно, потом вот хранить и отдельно мячиками, шариками пользоваться, и отдельно колечками. Это целый ряд упражнений, которые я сегодня, с которыми вас познакомлю на разных этапах возрастных и разного уровня логопедическими детьми, да, работать в том числе. Так вот, какая наша с вами задача? Еще раз, это укрепить вот те нейронные связи, мостики между разными полушариями, это раз. И во-вторых, конечно же, воздействовать вот на обозначенные речевые зоны с тем, чтобы активизировать восприятие и продуцирование речи. И вот эти упражнения, игры, они помогают достичь нам своих целей, и безусловно, в совокупности еще с приемами и способами, о которых мы и на разных встречах с вами говорим, и с другими специалистами, которые вебинары с вами ведут, потому что все мы с вами обозначаем комплексно. Комплексно, поскольку очень речевая деятельность и речи мыслительная, я предпочитаю говорить так, это довольно-таки сложный процесс, где задействованы разные механизмы. Несколько слов о самой суджок терапии, название которой пошло от слегка руки корейского профессора, вот он перед вами, да, пак джи ву, считается одним из последних достижений восточной медицины, и дословно, если переводить с корейского языка, су обозначает кисть, а джок – стопа. То есть вот эти инструменты мы можем еще не только в работе с кистями, но и со стопами работать, да. Еще раз повторю, это такая технология, которая позволяет воздействовать на организм, и вот эти точки, обозначенные, я еще приведу чуть дальше, на кистях руки или стопы, это в свой родный такой дистанционный пульт, да, если мы сравним метафорически того, как мы можем воздействовать вот на нейронной связи, о которых я говорила. Нет, от себя зарекомендовало достаточно хорошо. Во всяком случае и педиатры, и специалисты медицинского профиля, и логопеды, дефектологи, они отмечают высокую эффективность и простоту в использовании вот этих приемов. И сразу хочу предупредить, что, конечно, это ни с первого, ни со второго занятия, да, с променением вот этого суджок шарика, массажного шарика, как на коробке значится, это мы еще работаем впрок. И поверьте, эти техники, они очень актуальны не только в дошкольном возрасте. Я сегодня подчеркиваю именно важность использования для этого возраста. И геронтологи в работе с пожилыми людьми используют эти шарики. Для взрослых это не просто релаксирующее, но еще и расслабляющее действие и от усталости помогает. То есть это техника, конечно, которая одной стороной к акупунктурной медицине, восточной технике лечения обращена, а другой именно тем, что интересно нам, филологам, психологам, заинтересованным в эффективном речевом взаимодействии. Вот примерно так у нас восточная медицина представляет кисть руке. Обратите внимание на палец большой руки, потому что очень многие игры и упражнения, они как раз нацелены на то, чтобы мы, детишек, массаж идет именно большого пальца. И строение то, как мы влияем не только на органы, но еще и через мелкую моторику на те речевые зоны, которые были обозначены в предыдущем слайде. К числу достоинств, плюсов этой методики, помимо отмеченных специалистами иных профилей, не только высокой эффективности, безопасность. По поводу безопасности, конечно, вы как работающие с детьми разными возрастами до школьного учреждения, мы в любом случае соблюдаем технику безопасности, потому что в рот эти колечки, конечно, трехлетки запросто предупреждаем, что нельзя. То есть вот непосредственно не с большой группой детей работаем, а в парах, в тройках, чтобы наблюдать и следить. Этот метод универсален, потому что он позволяет еще параллельно достигать задачи и логопедические, и психологические, и медицинские, ну и очень просто применение. Кстати говоря, я попутно всегда отмечаю, что помимо вот этих колечек и шариков, которые у нас используются как дополнительное средство массажа и самомассажа, до нашей-то с вами цели еще раз повторюсь, мы повышаем эффективность речевого взаимодействия, общения, в том числе и детишек, у которых затруднено речевое производство. Я упускаю сознательно те моменты установления контакта и так далее. Это все-таки тема для отдельных разговоров. С детьми, которые замкнуты и прочее, с силой специфики диагнозов, я уже имею в виду тот уровень, когда с детьми мы работаем. И вот подручный материал. Можно и на прогулках вот эти приемы, связанные с акупунктурой, связанные с влиянием на точки воздействия. Это могут быть и желуди или каштаны, это могут быть грецкие орехи, это может быть шишка, когда детские детишки в сквер прогулялись, или может на территории садика ели, растут. Это вот веточки можно с собой принести. Чуть осторожнее со скрепками возимся. То есть вот здесь я сосредоточиваю внимание, конечно же, на вот то, что прозвучало, массажные шарики. Но, тем не менее, вот все эти материалы, которые практически подручными являются, они могут быть использованы. Ну, например, мы можем сразу обратиться к примеру этих задач, решения этих задач. Ну, вот специалисты в той литературе, которую я в конце нашей встречи вам обязательно продемонстрирую, и ссылочки в завершение отправлю, помогают, во-первых, мышечный тонус нормализовать. Вы знаете, что при некоторых видах диагнозов это при подготовке к занятию является первым этапом. Развивать координацию движений. Движений не только связанных с кистем рук, но и в пространстве, потому что мы задействуем еще и остальные зоны мозга, в частности, затылочная область. Это мышечок, который отвечает за пространственную ориентацию. Пространственная ориентация, она помогает нам и в дальнейшем в ориентации в тетради, на письме, в разлинованном тексте, потому как наверняка, вот если присутствует среди слушателей, учителя начальных классов, не только я и работаю со студентами, часто наблюдала, даже в разлинованных тетрадях идет спад строчек, и это все отголоски непроработанности некоторых проблем, которые можно было бы решить еще на дошкольном уровне. Мы с вами активизируем те области коры головного мозга, которые, вот те самые межполушарные мостики, связи, о которых я говорила уже. Мы снижаем вот эту двигательную эмоциональную расторможенность, которые являются одним из препонов и в том числе к установлению психоэмоционального контакта между учителем, логопедом, воспитателем и ребенком. Ну и, конечно, вот отдельные элементы суджок-терапии, они могут быть использованы в различных видах деятельности и могут подключаться на разных этапах коррекционной работы. Это не значит, что вот с первого этапа нет. Вы постепенно, усложняя или наоборот, вот где-то себе упрощая, вы вводите эти элементы в свою работу. Поэтому те игры и упражнения, которые сегодня будут предложены и с которыми я ознакомилась по материалам встреч, конференций, вебинаров, семинаров с практикующими специалистами и сама используя в разных своих занятиях, это то, что вот я практически уже обозначила, начиная с развития психических процессов вплоть до развития цветовосприятия, потому что при изучении цвета, разной тематики по программам ФГОС, которые у вас есть, по развитию мелкой и общей моторики, это и пополнение словаря лексического, и совершенствование работы над грамматическими категориями, которые в упрощенном виде мы уже знакомим с дошкольного возраста, и вот то, что я вам говорила о развитии пространственно-временной ориентировки. Счетная операция, это тоже вот входит, я вот здесь вот такое вот междографическое изобразила, потому что можно и при активизации словаря использовать счетные операции, и при развитии пространственно-временной ориентации, то здесь уже, соответственно, от подборки игр и упражнений это зависит. Ну и поскольку я утверждала, ориентируясь и на свой собственный опыт, что это достаточно простая выполнение методика игрового массажа, поэтапно взрослый сначала показывает, демонстрирует, помогает, дети смотрят ее, повторяют за ним, и уже вот на этапе, когда детишки могут самостоятельно по памяти пользоваться этим игровым массажем. Ну вот примеры самомассажа ладоней для детей всех возрастов, это можно, смотрите, это можно и на занятиях по закреплению шипящих произношению, да, что за пригожие детки лежат, и вот массажный коврик использовать, что собой представляет, вы помните, да, это может быть или вот такие ворсинки жесткие, или вот я вот здесь его изображала фотографию, вот такой массажный коврик, где мы на одном из вебинаров, я показывала, как мы дорожки или те же самые классики играем, да, с помощью массажных ковриков, можно и при звукопроизносительных упражнениях, и при игровых формах, скажем, не только шипящих, но и проработке отличий гласных от согласных звуком, у сосны, у пихты, ели, очень колки, иголки, но еще сильнее, чем ельник, вас уколет можжевельник, вот, пожалуйста, вам можно и веточки ели или сосны, то, что у вас есть, все, что на пальчики влияет и на зоны определенные подкалывает, да, скажем так. Ну, вот у меня неоднозначное, конечно, отношение к прищепкам, которые некоторые специалисты тоже используют, причем с двух лет уже и до четырех, ну, пятый, шестой год, это уже взрослые, но, тем не менее, прищепки тоже бывают разные, но вот мягкие. Я видела мягкие так, чтобы не травмировать ребенка, а только вот воздействовать, да, на то, что мы имеем в виду, точки. Во-первых, посмотрите, и счет, и здесь можно звукопроизносительные нормы, и плюс запоминаем память, да, вот прищепочки лежат на ладошке, можно прокатывать между надонями, прищепки, они, в принципе, одной формы, но вот еще раз повторяю, такую мягкую прищепку в правую руку, правая и левая опять пространственная ориентация усваивается с детьми, и в стихотворном стиле, при постоянном повторении, это, конечно, укрепление памяти. Плюс мы с вами запоминаем и название пальчиков, да, от большого до мизинца, и, соответственно, большой пальчик мы поймали и немножко покачали, вот вам идет уже и разминка пошла. В качестве разминки можно перед какими-то любыми другими занятиями использовать это, и снять напряжение, то есть параллельно мы с вами целую совокупность задач можем решать, вот применяя элементы работы, воздействия на эти точки. Хорошо, с большим пальчиком разобрались. Дальше ловим указательный, да, мы немножко указательный поймаем и его тоже покачаем, то есть можно прищепочкой, и так до мизинца, и вновь, да, раз, два, три, четыре, пять, прищепки будем мы катать. Вся ладошка у нас воздействует, и в руку левую возьмем, от правой к левой, буквально пять минут, хором повторили, или можно каждым, за каждым, да, кто-то повторяет, безымянный, и вот по ролям распределение, пожалуйста, и весело, и дружно, и переходим уже, вот эмоциональное напряжение сняли, заинтерес есть, мотивация положительная создается, и можно переходить к другим видам работы, которую вы запланировали, скажем, на определенный день. Вот поэтому я и говорю, что можно направление и форма работы четко классифицировать следующим образом. Фономатические представления, которые я пыталась вот проиллюстрировать, коррекция звука, произношение, в зависимости от того, что у вас запланировано и по плану, да, начиная от разных видов согласных и гласных. Развитие мелкомоторики у вас происходит, о ней и о значении развития мелкомоторики, я неустанно повторяю, из вебинара в вебинар, тематически посвященных таким коррекционным занятиям, ну и, конечно же, уже совершенствование лексико-грамматических категорий, потому что идет пополнение словаря, идет на подсознательном уровне правильный выбор тех же предлогов, то есть усвоение на будущее основ фундамента поддержной системы, частеречное развлечение идет для восприятия детей, то есть еще сами части речи мы не называем, но вот при тематической группировке, цвета, наименовании определенных предметов, развлечения от родовидовых категорий, здесь, безусловно, все мы выполняем, мы выполняем свои задачи, которые были намечены. Одно из занятий, скажем, которое мы посвящаем, один из приемов, в который мы включаем занятия, это приемы развития фундаментического слуха и восприятия, это очень важно. Вы знаете, к дошкольному возрасту фундаментический слух должен быть сформирован и основывается он, конечно, и на четкости произношения звуков, для того, чтобы ребенок и в письменном виде произносил верно и, соответственно, не совершал уже ошибок на письме, в письменной форме речи, и тут работа с родителями, я считаю, тоже нужна. Почему? Потому что одно дело, родители помогают нам при усвоении определенных согласных, но мы должны подсказывать им, что в работе, скажем, на воспроизводство определенных звуков родители не должны путать с буквами, потому что частенько, когда алфавит учим на русском языке или вот даже на английском, по своему сыну служу, тут мы должны прозвучивать целые звуки, не Б, а Б. Б – звонки согласные, потому что когда запечатлевается в памяти ребенка Б, у него два звука, Б и Э, ребенок потом может писать без гласных. Нужно профилактировать подобного рода ошибки, обучаем только звуком, это уже все логопеды, безусловно, знают, и не устаем подсказывать родителям, потому что здесь вот мы можем получить медвежью услугу. Представьте, что у вас вот несколько шариков разноцветных, мы подбираем шарик по цвету, скажем, зеленый – это будет с колечком, который внутри, это будет мягкий согласный, скажем, мячик, мячик. Как только мы сказали мяч, мягкий, все, красный шарик подняли. Есть у нас глухой согласный, там я пью воду, пью, то есть вот сопоставление идет, фономатическое Б, П, идет такая вот не отдельно парами, а ребенок различает в звуковом потоке те или иные согласные. Синие, например, отдельно закрепляем для звонких, согласных, твердых, скажем, тележка, Т, это мягкое Т, К, глухой согласный, привязка идет к цветам, подборка идет тематическая, предположим, вы темы определенную взяли, животные, дикие животные или домашние животные. И при усвоении наименований подборочку сразу идем в работу, подключаем на фономатический слух. Это все делается параллельно, параллельно тому, что вы обычно привыкли делать. И вот выбор нужного шарика, во-первых, и цветовая гамма закрепляется, а во-вторых, идет на подсознательном пока что уровне, ведь они, звуки будут проходить еще в школе, в школьном звене, но у них уже будет интуитивное развлечение этих звуков, потому что вы не прошли мимо этой темы, вы ее затронули, вы с ней поработали несколько раз, у ребенка это закладывается, ведь память ребенка, она очень в этом возрасте хорошая. Буквы, знаю, пишу, тут уже, естественно, когда 4-5-6-летки в преддошкольный возраст, элементы буквы, когда разучиваем, можно вот эти дорожки шариками прокатывать, и, соответственно, по столу, на ладони мы прокатываем какие-то элементы слов или слогов. Естественно, начинаем со слогов, с простого, более сложного. Можно разделять упражнения, нацеленные на разделение слов на слоги. Мы можем называть слог, брать по количеству слогов то или иное количество шариков из коробки, и, соответственно, в слоге согласный-гласный по цветам распределять. Точно так же на дифференциацию или автоматизацию звуков шарики можно использовать, повторяя или стуча по ладошке, по столу. Если один слог возвращаем воспитателю или логопеду, слог да слог будет слово, какие два слога мы сложили, или вот вам уже и слоговое развитие и построение слов, и слов уже более сложных конструкций и так далее. То есть вот такие упражнения или начало в той тематической подборке, которую вы используете традиционно, можно использовать с применением шариков. Еще игры, которые на автоматизацию звуков могут быть направлены, ну, скажем, вот те же шишки, да, они, по сути, похожи на эти шарики, ну, вот на автоматизацию шипящих. Я просто на бум подборку упражнений брала. Можно и сонорные также подобрать. Любые звуки, над которыми вы работаете. Ходит ежик без дорожек, не бежит ни от кого, с головы до ножек, весь в иголках ежик. Как же взять его? Пусть малыш берет. Разными пальчиками, разной рукой. Вот взяли мы ежика, попытаемся его раскрыть. Поговорили с ежиком, диалог устроили снова. То есть в стихотворной форме можно даже и при желании пропевать, в песенную форму превращать. На букву «Ш». Ну, наверняка уменьшительно ласкать. Вот, кстати, образовательные формы тоже, да, мы усваиваем. Любое практическое имя можно уменьшительно ласкать. Но форму имени тех, кто Таня, Танюша, если есть Ксения, Ксюша, Дарья, Даша, Маша и так далее. И, соответственно, повторяем снова и номинование пальчиков, и используем и массажные колечки, суджока. Можно те же прищепки использовать и таким образом шипящий ше автоматизировать. Поверьте, дети в игру с удовольствием включаются и начинают перечислять всех знакомых родителей, прежде всего, когда там не просто малышка, да, там всех, кто по имени знают и имя чтительно ласкательную форму образовывают. Увлекательное занятие, которое можно еще продолжить на уровне чистоговорок, да, звуки, которые мы в чистоговорках обычно в начале, можем в середке или в конце слова, или закрепляем, ну, предположим, вот свистящий, да. Я катаю мяч, мы катаем между ладонями вперед-назад, вот колючий мяч, сжимаем, разжимаем, посмотрите, какое идет воздействие на точки. Я кидаю мяч, чуть-чуть покидали, но не так, чтобы уж мяч улетел. Мячик мой колючий, нажимаем на каждый палец. Там у Тани, Маши или Ксюши нет мяча, зажимаем мячик между ладонями и сцепляем замочек, да. Локти направляем на сторону, давим на шарик несколько раз. То есть здесь уже идет активизация ладошек. Мячик я качу опять ладошками и по каждому пальцу. То есть можно с каждым ребенком прорабатывать и любые чистоговорки подключать вот в рифмовочке. И даже если нерифмованный текст получается, тем не менее вот этот повтор звуков в пределах слова, в разных частях слова, он вам уже обеспечен. Опять-таки по очередной массаж пальцев или колечками я предлагаю вам несколько таких стихотворных пальчиковых гимнастик. И если вы, конечно, еще будете подключать иллюстрации к тому, что показываете и рассказываете, конечно, это было бы просто замечательно. Ну, опять-таки, раз я вначале вам сказала, что на ежика, да, похожий внешне и воздействия на точки, вот с ежиком в виде пружинок можно одевать на пальчики и, соответственно, ежик спать, в кровать и так далее. То есть все эти действия, посмотрите, грамматические категории глагола, как хорошо усваиваются в настоящем времени, в прошедшем, в будущем, да, и повелительные наклонения разной формы, мы уже позволяем вот этой грамматической разветвленности одного слова, корневые, подбираем слова, с образовательными моделями играем, и все это в пределах усвоения одной темы и использования вот таких приемов. Мальчики-пальчики. Снова у нас задействуют все пальчики, когда, кстати, напоминает сороку-белобоку, да, там мальчик-пальчик, где ты был, надеваем на большой палец, а с этим братцем в лес ходил, далее на средний палец, там с этим братцем щи варил, там кашу ел и песни пел, доходим постепенно до бензинца. Позвольте немножко фантазировать детишкам, что они там не только щи варили, каши, что-то еще там играли, может быть, и вот современную, актуальную для них тематику, они вам, конечно, разложат и разные покажут степень усвоенности тех или иных категорий грамматических, где вы будете уже подправлять, направлять и повторять, потому что повторение, мать учения, она в нашей педагогической деятельности играет очень большую роль. Игра дятел. Здесь тоже пальчиковая гимнастика нацелена на то, что вы работаете с каждым пальчиком. Он поднял ушки бурундук, мизинчик показывал, он в лесу услышал звук. Что за грубкий стук в среднем пальчике? Тук-да-тук, тук-да-тук. Посмотрите, мы каждый раз нажимаем и воздействуем на разные зоны пальцев. И, естественно, если вы иллюстративный материал подключаете, например, при изучении семейства птиц, дикие птицы, лесные птицы, домашние птицы. И подборку стихотворных пальчиковой гимнастики есть множество чистоговорок и стихотворений. Мне кажется, это вот кладезь, просто кладезь того, что можно использовать. Для детишек постарше тоже шарики суджок могут помочь при разных по ассоциативной связи мы запоминаем с вами вот такие стихотворения. И причем здесь память закрепляется за счет того, что мы не только повторяем, но еще и двигательная, то есть мышечная память у нас развивается. И у ребенка при повторных стихотворениях при повторных упражнениях этих стихотворений уже будет помощь к вам уже совместно повторяется. И вплоть до самостоятельного воспроизведения текстов таких небольших стихотворных, потому что рифмовка, она лучше, конечно, усваивается в этом возрасте. Ну, помимо шипящих, я подобрала и зубные звуки. Вот буквально несколько упражнений на усвоение, автоматизацию звука и прочее. То есть вот то, что душе вашу угодно, и вы сможете, очень надеюсь, использовать это в своей практике и, соответственно, совершенствовать те уровни речевой грамотности, над которой нам предстоит работать. Ну, вот здесь на слайде текущем я представляю, как можно с помощью предлогов поработать, даже с тем, что у вас есть та коробочка над коробкой, под коробкой, слева, справа, сверху, снизу, около и так далее. И можно попросить ребенка описать действия взрослого, пусть он повторяет, играет с тем же шариком и прочим. Вот она и шарики спрашивает, в каких магазинах продается. Я брала для своего ребенка и нейротренажеры, и вот суджоковские. Я сама с удовольствием пользуюсь, когда с одного вида деятельности нужно переключиться, там, например, работаю над статьей, потом перехожу уже, или пришла уставшая с работы, там надо отойти от студенческой аудитория, и перед тем, как переключиться, очень хорошо помогает. Я интернет, ну, вот маркетплейсами использую, в Альберис подороже, вот я с удовольствием на зоне выбираю, потому что там разброс цен тоже есть, и если там покупаете побольше, там даже стоимость в процентах уменьшается, то есть, ну, в обычных магазинах, честно говоря, я уже давно не была, но есть магазины специализированные, и есть отделы, скажем, те же, вот у нас в книжных магазинах есть там полка для логопеда, дефектолога там иногда предлагаются, но я вот пользуюсь Валберис или Озоном, в основном вот Озон там цены приятнее, вот, в аптеках вот подсказывают тоже есть такие, да, верно, ну, вот массажные коврики, они можно и в аптеках посмотреть, ну, я сравнивала стоимость и с удовольствием, конечно, беру в интернет-магазинах, вот большого шарика у меня нет, но он в ветеринарных есть магазинах, то есть, это вот для кошек, собак, но тем не менее, это очень даже удобные шарики, вот такие вот побольше по размеру, они напоминают суджок, и тоже вот такой массажный шарик, шарик коти, слово говори, да, то есть, можно перекатывать в единственном множественном числе, вот вам грамматическая категория, если вы говорите в настоящем времени, можно будущую категорию, если часть речи, глагол повторяете, или с тем же шариком, или сказку фантазируете, и прочее, вот, есть реальные снимки, да, того, как, например, по ладошке мяч катаю, и животных, да, или птиц, или фрукты, овощи называю, или я знаю пять названий, как вот сопрягать числовые, цифровые познания уже с тем, что какое количество знаний, да, там едет кто-то, да, плывет что-то, летит, уже сопряжение глаголов с определенными объектами глаголов движения, это тоже закладывается на уровне тех лексико-семантических групп, которые систематизируются уже в этом возрасте, можно сказать, ласково, вот вам слабообразовательная модель, да, что из чего сделано, прилагательная тематическая группа усваивается, чья, чьи, чье, тут не только местоимение, но плюс еще и разряд прилагательных, понятно, мы, но разряды не, с сущностью понятия разрядов не знакомим, но сама слабообразовательная модель образования прилагательных уже будет заложена в дошкольном возрасте, кто в каком домике живет, да, здесь уже сравнение, вот это пространственная ориентация, детишек вам тоже пригодится. Если, ну вот по мелкой моторике, тоже упражнение от трех до шести лет, можно повторять слова, параллельно выполняя действия, да, вот в соответствии с тем текстом, можно стихотворный, можно придумать сказку, или продумать какой-то квест-маршрут, да, тоже используя эти шарики, еще раз повторяю, что вот эти приемы можно вплетать, уже традиционные и вами используемые методики, он мешать не будет, он прекрасно дополнится, гармонично впишется в то, что вы уже используете. Вот еще не только пальцев, но и кисти, да, вот не буду повторять о значении того, что массаж играет большую роль, да, полезен и эффективен, я в начале нашей встречи говорила, но вот то, что массаж должен проходить до ощущения тепла, когда детки это почувствуют, да, и вот это вот воздействие, оно считается как раз, что вы достигаете уже вот того, что мы обозначили. Ну вот упражнение точилка, комментирую в скобочках для вас, там как можно, да, там сжали одну ручку в кулачок и поочередно пальчики точилку, да, изображаем, то есть полностью палец у нас массажируется. Вот то самое эластичное кольцо, которое в шарике есть, поочередно колечки надеваем, снимаем, это тоже массаж. Можно сопровождать стихотворной пальчиковой гимнастикой. Стопки, вот я больше, конечно, ориентировала упражнения на работу с пальцами, ну вот стопочки, пожалуйста, вот те же игры, которые нейродорожки и нейроклассики, вот те новые, да, а новые – это хорошо забытое старое упражнение, которые мной демонстрировались на предыдущих и разных семинарах и вебинарах. Здесь можно по ребристым коврикам ходить, да, можно сейчас вот большие такие, может быть, у вас в саду, в группе имеются лего-игрушки, да, располагать. Вот эта вот там ребристость, она тоже позволяет достигать вот тот самый эффект, который обеспечивают и эти шарики. Ну вот, чуть постарше с детьми я предлагаю вот, например, уже прозаические такие упражнения, где ребёнка можно стимулировать, направить, чтобы он выдавал уже целое предложение, да, и если мы придумываем, скажем, сказку «Ёжик на прогулке», ёжик или там, может быть, ещё какие-то животные, неважно, вот для меня вот ёжик. И, пожалуйста, изображаем, зажали шарик в ладошке, ёжик в норке спрятался, да, раскрыли ладошки, показали шарик, это ёжик наш увидел солнышко, улыбается, как мы улыбаемся, веером раскрываем, вот вам массаж кисти идёт, прямыми движениями по ладошке раскатываем шарик, уже я говорила, что это очень большое полезное действие, стимулирующее речевые зоны. Ладошки соединили в форме круга, это опять-таки игра, массаж идёт, да, мы цветочки, ёжик стал цветочки нюхать, прикасаемся колючком, каждой колючке, если мы прикасаемся каждым пальчиком, снова идёт стимулирование, да, и дождик капает, кап-кап, идёт, спрятался ёжик под большой грибок, ладошкой сделали левой руки или правой, в зависимости от того, в какой находится шарик, спрятали под ним шарик, укрылся от дождя, да, и так далее, так далее, всё это действие, сценарий вы можете придумывать по ходу работы с шариками, и набрал ёжик грибов и понёс домой радостный, и вот здесь мы на этот шарик можем нанизывать, да, вот опять-таки нанизываем грибочки и всё, что он домой маме понёс. Вот я думаю, здесь мы выполняем и педагогические, и воспитательные, и, безусловно, образовательные цели в совокупности, потому что позволяет методика этого всего достигать. Конечно, есть целая картотека, игр с мячиком Суджок, я вот некоторое, то, что и в открытом доступе у нас в интернете есть, и, возможно, может, у вас есть методическая ваша личная копилка, если нет, вы можете распечатать на цветном принтере какие-то, вот уже сами придумывать вот такие игры, потому что алгоритм здесь один и тот же. Начиная вот от стихотворных форм, да, и здесь, кстати, в своих методических разработках вы можете комментарии включать, и дождик, и урожай. Мне вот очень понравилось, например, снежок, тут в зависимости от сезона, мы с вами в разное время в течение всего учебного года работаем с детьми, и любое время года нам позволяет и подает идеи различные, благо, фантазии на все, что вы коразли, здесь все, на мой взгляд, зависит от вас, от вашего желания вот эти приемы использовать. Масса вариантов, мне кажется, это бесчисленное просто множество. И посмотрите, и числовая, и числа мы проходим раз, два, три, четыре, да, и снежок слепили, круглый, крепкий, очень гладкий, мы даем характеристику объекта, да, это восприятие окружающего мира и то, как он видит качество, свойства тех или иных объектов и предметов. Мы катаем шарики, пространственная ориентация работает, раз, подбросили числа и глаголы, два, поймаем, три, подбросим и опять поймаем и так далее. Можно текст придумывать. Дети, кстати, очень помогают при этом, подсказывают, и ваша задача при подсказках, может быть, разнообразить вот то словесное, словопозавательное гнездо, которое у вас будет получаться. Моя семья, пожалуйста, тематическая подборка, тема всегда есть, и можно использовать, внести вот эти приемы, о которых мы говорим. Доброта, когда мы характеризуем человека, и свойственны ему качества, положительные, отрицательные. Можно связать с добротой, с транспортом, с приветствиями, с кем можно поздороваться, не только с членами семьи, не только с теми, кто в группе, воспитательными. Можно поприветствовать и все, что окружает, начиная с солнышка, с неба, ветерка, снежинок, листьев и прочее. Ну вот, поскольку я еще говорила о пространственной ориентации, того, что очень важно, да, в этом возрасте, поскольку мы с вами, эти нейромостики, помогаем им развиваться, мы помогаем тем самым детям, влево, вправо прокатили, вот такой вот мини-квест организовали, да, можно по ребенку, по груди, по спинке, да, он будет хохотать, да, ему будет смешно, зато колобок путешествовал, зато мотивация положительная появилась, шарик в руках у ребенка оказался, и он дальше уже путешествует, в зависимости от того, можно вот такую карту придумать, клады искать, все, что может сориентировать, помочь ребенку данной взрослой группы, в которой вы работаете. Ну, вот опять-таки, в зависимости от времени, года, да, там осень, весна, лето, зима, повторяем и сезоны, и делаем гимнастику пальчиковую, и словообразовательный уровень повышаем, и лексически, ну, мне кажется, вот это очень такое многофункциональный инструмент. Вот в пространстве и времени я бы, например, сопрягала во время утренних зарядок, да, вот приносила бы вот эти элементы, уже больше, побольше шарики, если у вас есть вот с такими мягкими шипами, или уже с маленькими, да, вот здесь целая подборочка тех действий, которые можно использовать. Плюс, если вот такие физические упражнения, которые здесь вот на слайде описаны, вы сопрягаете еще с изображением, ну, неважно, животных или птиц, или может быть транспорт, да, и опять-таки тематическая разработка, мне кажется, все опять-таки зависит и от того плана, который вы придерживаетесь, от плана на сегодняшний день, неделю, когда вы распределяете свои учебные, образовательные задачи, и вот вплетаете потихоньку в разных формах суджок элементов. Вот, собственно, те материалы, частично, которые я и вам представила, и собственного опыта, и из коллег ваших и моих, которые выступали на конференциях, семинарах, есть уже методички. В принципе, несмотря на то, что это новая технология, но она уже используется давно, я вам конкретно со ссылочками, где можно скопировать материал или скачать из интернета, вам представляю литературу, и, конечно же, желаю вам успехов и была бы рада ответить на ваши вопросы. Пожалуйста. Так, ну вот про приобретение я уже вам сказала, про сертификат вам напишут, и, наверное, была информация, да, перед... Да, вот рекомендации дает Светлана Эдрисбаева, что вот она уже 20 лет работает с тренажером Каштан, ну, замечательно, и курсы завершила, да, всем рекомендует, я тоже присоединяюсь к вашим рекомендациям, и поэтому выбрала эту тему. Так. Так, ну тут уже вопросы, по-моему, непосредственно Татьяне, да, будут. Спасибо. Спасибо за вопросы, спасибо за пожелания, рекомендации, поддержку. Приглашаю вас и на дальнейшие вебинары, очень рада буду, если вы действительно используете этот материал, где-то может быть и продублированное упражнение, но суть, алгоритм, я еще раз повторяю, он остается один. И, конечно же, наша с вами цель, она одна, это благо для наших детей, и всесторонняя помощь в том, чтобы достичь вот наших целей, целей подготовки наших детей, помощи им при корректировке в речевом развитии. Всего доброго. Всем берегите себя, здоровья и всех благ. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова